МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карине на живое здание Наринмар присоединился к уникальной акции, в которой в течение 36 часов люди со всей планеты читали легендарный роман Льва Толстого. Ирина Цепитова слушала. Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале «Север». О важнейших событиях минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты. Я, Владимир Томилов. Внешний облик города влияет на самочувствие его жителей. Такой тезис не раз высказывали психологи-учёные. Чем ярче и разнообразнее внешняя среда, тем жизнерадостнее человеку в ней живётся. Поэтому сегодня в городах и населённых пунктах так много всевозможных подсветок, инсталляций, цветных домов и автобусов. Особенно это популярно в северных странах. Станет ли Наринмарцем веселее от сверкающих домов? И насколько это необходимо, попыталась выяснить наш корреспондент Валентина Чебичек. Совсем недавно прогуливаясь по вечернему городу, горожане стали замечать необычный облик культурно-делового центра Арктика. В свете вечерних сумерек он переливается всеми цветами и оттенками. Такой подарок сделал округ горожанам к 85-летию региона. Однако юбилей региона – не основная причина нового облика здания. Это своего рода источник радостей. Долгие и тёмные зимние месяцы, когда солнце показывается лишь 2-3 часа в сутки, дополнительное освещение города – это способ поднять себе настроение. Архитектурная подсветка зданий – это, прежде всего, оформление городской среды. Все здания, которые подсвечиваются, они по своей сути становятся неповторимыми, уникальны и украшают наш город. Практика такая есть во всех регионах. То есть, куда бы вы ни приехали – Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Волога, ну, в общем, по всей России взять, везде здания практически подсвечиваются. В наших условиях подсветка зданий, я думаю, что в зимнее время особенно актуальна, потому что световой денег – это статистически мал. И, идя по городу, видя, как подсвечено то или иное здание, поднимается настроение, поднимается вообще дух. Чтобы придать новый стиль Арктике, пригласили специалистов из Санкт-Петербурга. Профессионалы из культурной столицы не понаслышке знают, как меняется характер сооружения вместе с грамотной подсветкой. Данное оборудование, светильники разработаны именно для условий Украинского Севера, работают во многих регионах страны. Данные светильники, которые использованы в качестве подсветки здания КДЦ, потребляют очень мало мощности, в районе 2,5 кВт. Вариации использования подсветки практически неограничены, разве что фантазии инженеров. Каждому празднику можно составлять собственную световую программу. Пока приборы работают в тестовом режиме, с наступлением полярной ночи оценить дизайнерское архитектурное решение сможет каждый. Хотя положительные отзывы уже есть. Отлично, мне очень нравится, это так необычно. В общем-то, молодцы, что придумали такое. Я думаю, что очень оригинально, и в темное время суток будет замечательно смотреться. Архитектурная подсветка – это не только способ изменить лицо города. В северных регионах, неразбалованных природой и климатом, это необходимо для поддержания настроения жителей. Взять, к примеру, другие северные столицы. Анадырь с начала 21 века стал полигоном дизайнеров. Сначала весь город выкрасили в разные цвета, затем предоставили слово любителям граффити. Первоначально не все жители приняли идею превратить город в игрушечный, но как только началась зима, большинство были рады видеть на улице не бело-серую неопределенность, а жизнерадостные цветные дома. Салихард и Якутск пошли по этому же пути. Калининград оказался оригинальнее и стал городом фонарей, самых разных форм, размеров, сочетаний и назначений. Таких примеров по всему миру сотни. Буэнос-Айрес, Зальцбург, Дублин, Стамбул, Гданск, Жирона и шведская Сектуна и многие другие. Насколько ярким и сверкающим можно сделать Наринмар, мы узнали у заместителя мэра Александра Бебенина. Как вы вообще относитесь к подсветке зданий? Здесь необходимо учитывать несколько особенностей города Наринмара. Первая, наверное, самая главная особенность, это то, что город Наринмар находится в зоне посадки самолетов, нашей взлетно-посадочной полосы, поэтому все наши, так скажем, подсвечивающие действия необходимо согласовывать с нашими службами посадки. Значит, в свое время мы пытались подсветить, допустим, городскую администрацию, но, в общем-то, нам запретили. Если исходить из плана, то в первую очередь у нас идет по плану подсветка. Это крупно, где у нас наибольшая плотность населения расположена, то есть это центральная часть и, допустим, район Рыбников хотим подсветить, и хотим подсветить улицу 60 лет СССР. Значит, ну, соответственно, приобретаются какие-то дополнительные элементы. Значит, в этом году хотели, приобрели, вот, ну, к примеру, вот, допустим, вот мы здесь раньше у нас стояли фонтаны, ну, фонтаны такие были, так скажем, не совсем качественные изготовления, теперь купили мы светодиодные фонтаны. Дополнительно необходимо подсветить нам площадь Ленина. Вот сейчас приобретено оборудование для подсветки площади Марацей. Конечно, хочется сделать побыстрее, значит, но мы все понимаем, что для этого необходимо закладывать средства в бюджет. Большие планы городская администрация возлагает на озеленение. Летом деревья и газоны будут украшать улицы и защищать от надоедливого песка. Но насколько приживутся посаженные недавно саженцы, пока неизвестно. Поэтому мы спросили у населения, что, на их взгляд, поможет украсить вид города. Мне кажется, побольше каких-то национальных, может быть, ну, как в виде национальных зданий, да, ну, как-то вот сделать, чтобы так немножечко отличиться, да, от всех субъектов. Вот. Ну, цветных зданий у нас теперь стало довольно-таки достаточно, да, применение материалов. Вот. А этого нет. Ну, колорита такого нашего национального хотелось бы побольше. А, еще у нас есть библиотеки тоже. Как бы они вообще незаметны, если честно. Можно тоже как-то подсветить. Ну, может быть, побольше аллей каких-то с памятниками и скульптуры поставить. Потому что у нас на Ринмаре не так и много аллей. Красиво оформленные здания, зеленые улицы и национальный колорит. Такова выведенная формула красивого города. Но есть еще одна важная составляющая – это чистота. Если первые три пункта может выполнить не каждый, то убирать за собой мусор в силах каждого из нас. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Антон Водряков и Роман Делимарский. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». За 45 секунд ликвидировать возгорание, устранить утечку опасного газа. Нефтяники на один день перевоплотились в пожарных. В Ненисском округе прошли шестые соревнования среди добровольных пожарных дружин. Работники ТПП «Локол Севернефтегаз», месторождения Южных Ильчью, Инзерея, Варанде и Юрия Расихина соревновались в меткости, точности и оперативности. За учениями наблюдала Алина Ваучейская. Ненецкий автономный округ. Больше 150 километров от города Наринмар, месторождение Южная Ильчью. Здесь шестой год подряд среди буровых скважин, нефтяных вышек и нефтепроводов проходят соревнования на выявление лучшей пожарной дружины. Ведь на нефтяном объекте безопасность превыше всего. В этом году в пожарной эстафете приняли участие пять команд. Кто же из них стал лучшими, смотрите в нашем репортаже. В борьбу за титул чемпионов вступили 30 нефтяников с месторождения Юрия Расихина, Инзерей, Варанде и Южная Ильчью. Всего пять команд. Все участники состоят в добровольных пожарных дружинах нефтяных объектов. Флаг России в честь открытия соревнований поднимают победители прошлого года. Следом торжественное построение и напутственные слова. Уважаемые участники соревнований, уважаемые судейские коллеги, уважаемые зрители и приглашенные гости. Мы в этом году проводим шестой раз соревнования между добровольными пожарными дружинами. Это у нас стало хорошей традицией. И в этом году небольшая особенность – это участие команд с Инзерея, Стейнки и Сварандея. Команды участвуют в первый раз. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы планируем проводить такие соревнования с участием всех команд. Рад вас приветствовать. Уверен, что у каждого из вас будет сегодня возможность продемонстрировать все свои возможности и умения. Желаю вам удачи, успехов, спортивного азарта, а повалильщикам ярких впечатлений. И сразу после первая часть состязаний – пожарная эстафета. Перемахнуть через препятствие трехметровую стену, развернуть пожарный шланг, пробежать по горячей эстакаде и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Наблюдая за этим со стороны, мурашки будут по телу. Впрочем, как признались сами участники, пожарная эстафета оказалась самым легким испытанием – так называемой разминкой. Даже для тех, кто впервые участвует в соревнованиях. Ну и вот как, сложно пробежать через горящие стены? Да, нет. А страшно? Надо к ним себя перебарывать? Да нет, ничего не страшного. Следующее боевое задание – ликвидировать утечку токсичной жидкости и спасти пострадавшего. Тут задача уже посерьезнее. Пока двое пожарных дружинников накладывают хомут на место прорыва трубы, еще двое эвакуируют сотрудника, который, по легенде, отрывился газом и оказывают ему первую помощь. При выполнении этого этапа соревнований важна быстрота реакции, слаженность действий, ну и, конечно, опыт. Ведь при реальном ЧП не будет права на ошибку. Ну, чтобы меньше было пожаров, там, не знаю, пострадавших и тому подобное. Чтобы не в завтрашенных ситуациях, чтобы отработать, ну, в хорошей манере. Самым сложным и решающим этапом для команд стало боевое развертывание. В этом красочном виде состязания участники с помощью мотопомпы производили забор воды из емкости и подавали ее по двум рукавам к пожарному стволу, поражая мишень. С этим заданием справились только три команды из пяти. Кому-то сосредоточенности не хватило, кому-то опыта. Обреженная борьба продолжалась около двух часов. После подведения итогов. Переходящий кубок лучшей добровольной пожарной дружины и в этом году остался на Южно-Хыльча-Юзском месторождении. Хотелось бы поблагодарить команду за сложность, за тренировки, которые производились. Столь, ну, столь, за короткое время мы сумели достичь нормальных результатов. Ага, а что было самым сложным в этих соревнованиях? Самым сложным было, наверное, просто справиться с волнением. Победителям почет, овации, кубок и медали, призерам и участникам памятные сувениры и подарки, а также бесценный опыт. Ведь пожарная безопасность на нефтяных объектах – дело серьезное. А идея пришла, значит, мы обеспечиваем пожарную безопасность на объектах Луко-Лукоми. И поэтому заинтересованы в том, чтобы наши добровольные помощники, добровольцы были в значительной степени подготовлены, как профессионально, спортивно и физически. И для того, чтобы, значит, подвести вот эти итоги обучения, проводятся такие вот соревнования. Это, скажем так, итог того обучения, которое они получают у профессиональных пожарных. Ну, и вот какие результаты показали ребята? Справились, не справились? Результаты неплохие, с учетом того, что некоторые команды у нас имели большую возможность для тренировок. Результаты неплохие даже для профессиональных пожарных команд. Соревнования по пожарно-спасательному спорту в первую очередь нужны для совершенствования профессиональных навыков, отработки слаженности действий подразделений, обмена передовым опытом применения спасательных технологий, пожарно-спасательный спорт – неотъемлемая часть боевой подготовки пожарных во всех странах мира. И Ненинский округ тоже не исключение. Вопросы защиты жизни и здоровья людей требуют профессиональной выдержки, мужества, стойкости и, конечно, хорошей спортивной подготовки и физической формы. Напоследок мы решили убедиться на собственном опыте, насколько трудна и опасна работа огнеборцев. Среди многих факторов, влияющих на эффективное и быстрое тушение пожара, выбор решающего направления – один из самых главных. И сейчас мы проверим, какой из меня получится пожарный. Я быстренько одену боевку. Ну и самое главное – каска, чтобы не повребили голову. И вперед на тушение пожара! Ну и вы сами видите, что это не совсем просто. Кстати, это был последний конкурс соревнований. И не важно, кто победитель. Главное, что все участники закрепили навыки и набрались нового опыта в пожаротушении. Алина Волучейская, Сергей Качиков, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Хорошие новости пришли на неделе из Сочи. Напомню, там завершил свою работу 13-й инвестиционный форум. По его итогам, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минэкономразвития, Минтруду и Минфину подготовить и представить в правительство России дополнительные предложения по компенсации работодателям затрат, связанных с предоставлением гарантии компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местности, обратив особое внимание на компенсацию затрат на их проезд к месту отдыха. Что это даст, узнаем от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Валерия Чупрова. Он со своими коллегами из других регионов ранее выходил с такой инициативой на российское правительство. Здравствуйте, Валерий Юрьевич. Добрый вечер. Ну так, собственно говоря, что это даст нашим предпринимателям, если эта инициатива все-таки пройдет? Пока трудно прогнозировать, в каком виде все-таки правительство решит и решит ли вообще компенсировать расходы частному бизнесу, негосударственному, небюджетному бизнесу эти расходы. Тем не менее, отрадно то, что идея, которая в мае этого месяца была озвучена федеральным уполномоченным Борисом Юрьевичем Титовым перед президентом, она потихоньку начинает обретать, как мы видим, реальные очертания. На инвестиционном форуме группа наших уполномоченных, северян, в первую очередь, буквально на панельной дискуссии взяли в оборот Дмитрия Анатольевича и все-таки вынудили с него обещание воплотить это в соответствующее поручение. Как уже отмечалось, мы эту идею озвучивали с самого начала 2014 года. Поначалу было достаточно много скептиков, в том числе и в нашей среде, поскольку, ну, действительно, это достаточно революционное решение для экономики и для бюджета. За последние 20 лет, как мы знаем, весь бизнес, весь негосударственный сектор в районах Крайнего Севера вынужден оплачивать из своего кармана те гарантии компенсации, которые установило государство. Будем надеяться, что в дальнейшем, по мере формулирования этих предложений, все-таки мы увидим, как это будет воплощено в жизнь. То есть сейчас какое бремя лежит на бизнесе? То есть он, то что оплачивает эти льготные дороги, оплачивает все льготы, которые приравнены, есть на территории Крайнего Севера, и это была инициатива оплачивать федерально, а возложилось все конкретно на людей. Ну да, еще 20 лет назад все эти гарантии и компенсации, они назывались государственными, они оплачивались, естественно, из казны. За экстремальность проживания в районах Крайнего Севера государство доплачивало районный коэффициент, климатические надбавки, а также гарантировало отпуск, льготный проезд в отпуск. Но затем законодательство поменялось, и в сегодняшней ситуации, если мы представим себе работодателя из Белгородщины и работодателя из Ненецкого автономного округа, мы понимаем, что затраты в районах Крайнего Севера на фонд оплаты труда, на выплаты вот этих гарантий компенсации и льготных проездов, они несоизмеримо выше. Тем не менее, допустим, конкурсные процедуры торгов, они уравнивают всех субъектов и выигрывают те, кто предложит наименьшую цену. Поэтому все северные предприятия, естественно, испытывают этот серьезный финансовый пресс и являются фактически неконкурентоспособными с остальными регионами, несмотря на то, что Россия декларируется как единое экономическое пространство. Как вы думаете, поддержит все-таки правительство и все те министерства, которым было дано это поручение, эту инициативу? По крайней мере, предложения будут выработаны. Минэкономразвитие и Минфин указаны в качестве разработчиков этих дополнительных мероприятий. Мы понимаем, что Министерство финансов это то министерство, которое всячески пресекает попытки увеличения расходов из федерального бюджета, из регионального бюджета. Минэкономразвитие все-таки нацеленное ведомство на развитие экономики, на расширение возможностей для бизнеса. Я думаю, что в конечном итоге, еще раз повторюсь, что прогнозировать трудно, но тем не менее, то, что основная мысль, основная мольба и просьба через институт уполномоченных была услышана на правительственном уровне, уже это само по себе определенная победа. А в идеале какие должны быть эти предложения, чтобы удовлетворить потребности в бизнесе? В идеале государство, объявив льготы, должно предусмотреть в бюджете расходы на вот эти выплаты. То есть, условно говоря, и белгородский предприниматель, и предприниматель из Ненецкого округа должны из своих доходов потратить одинаковую сумму, но работник в Ненецком округе должен получить и климатические надбавки, и районный коэффициент, и льготный проезд, но за счет средств не работодателя, а за счет средств бюджета. Я повторюсь, это идеальный вариант. Варианты могут быть компромиссными, и, возможно, будет предложен механизм, когда часть доходов, которые предприниматель тратит на выплаты вот этих северных гарантий, будут просто исключены из налогооблагаемой базы. Это тоже вариант. Либо они не будут облагаться взносами в социальные фонды и так далее. Есть ряд механизмов, на каких правительство остановится, мы посмотрим. Кроме того, мы понимаем, что правительство – это тоже сложный бюрократический механизм, и десятки, а то и сотни поручений, которые даются, они зачастую не оканчиваются ничем. И в завершение, Валерий Юрьевич, может быть, есть с чем обратиться к нашим предпринимателям? Пока бизнесу остается только надеяться и ждать, что эти поручения премьера будут реализованы, и продолжать в полном объеме предоставлять те гарантии компенсации, которые установлены законодательством, своим работникам. До той поры, пока этот вопрос все-таки не найдет своего разрешения. Спасибо, Валерий Юрьевич, спасибо за ваш комментарий. Что еще интересного произошло на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. В России прошла антинаркотическая акция «Дети России». Ее главная цель – профилактика и предотвращение распространения и употребления опасных веществ среди несовершеннолетних. В Нинском округе, как и по всей стране, состоялись беседы и лекции о пагубном влиянии наркотиков. Также в рамках акции сотрудники ФСКН и полицейские провели рейд по местам досуга молодежи. Каких-либо фактов употребления и распространения наркотиков обнаружено не было. Авиаперевозчикам выплатят недополученные доходы. На очередном заседании администрации округа одобрено положение о выплате субсидий на перевозку пассажиров воздушным транспортом по маршрутам из Воркуты в Каратайку и Ускару и из Инты в Харивиры-Харуту. Обязательные условия для получения субсидий – регулярные рейсы по данным маршрутам, наличие специальных тарифов для молодежи-пенсионеров, льготных мест для определенных категорий граждан. Эта поддержка позволит авиаперевозчикам продолжать полеты в отдаленные населенные пункты округа без убытков. В Нинецком округе в преддверии 70-й годовщины Победы Великой Отечественной решили привести в порядок памятники героям войны. В Заполярном районе планируется реконструировать и заменить 16 мемориалов. На эти цели из районного бюджета выделено более 19 миллионов рублей. Сегодня работы полностью завершены в Амдурме, Антиге, а также в Пустозерском сельсовете. В Оксино произведена замена ограждения облицовка памятника. В Хангурии и Каменке дополнительно установили декоративные светильники и произвели укладку брусчатки. Порты Северо-Западного федерального округа получили статус международных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает российская газета. Речь идет о портах Архангель, Санкт-Петербург, Выборг, Калининград, Кандалак, Шамурман, Сканега, Приморск, Уст-Луга и Наринмар. Теперь пограничные и таможенные процедуры для прибывающих иностранных судов будут гораздо более. Дмитрий Медведев, за 9 месяцев текущего года у подпольных предпринимателей было изъято 500 литров алкоголя. Свою продукцию они сбывали через социальную сеть Друг Вокруг. У МВД России по Ненинскому округу подвели промежуточные итоги проверок по незаконно-предпринимательской деятельности. Социальная сеть Друг Вокруг пестрит сообщениями о продаже и доставке горячительных напитков. Например, за сентябрь выявлено три случая незаконного сбыта алкогольной продукции. Небольшие штрафы не останавливают незаконных предпринимателей и максимальное наказание 2000 рублей с конфискацией товара, который затем уничтожается. Фольклорный ансамбль «Родные напевы» вернулся со Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы России». Традиционно коллектив привез признание от жюри, диплом третьей степени и новые идеи для своего репертуара. Всероссийский фестиваль собрал представителей народного творчества из 29 регионов. Это танцевальные и вокальные коллективы мастера декоративно-прикладного искусства Центрального и Северо-Западного федерального округов. Главу Заполярного района избрали со второй попытки. 2 октября депутаты районного совета третьего созыва собрались на первую организационную сессию. В повестке дня 14 вопросов. Самое важное – избрание председателя совета и главы района. Напомню, в соответствии с поправками законодательства о местном самоуправлении отныне это одно лицо. Рассмотрев семь вопросов, депутатский корпус Заполярного района решил сделать перерыв до 3 октября. Александр Бобрякович продолжит тему. Представительный орган муниципального района избран в полном составе. В него вошли 16 депутатов. Ирина Артеева, Владимир Бутов, Алексей Дитятев, Галина Дуркина, Юрий Жданов, Надежда Ковалевская, Николай Колесников, Александр Король, Анатолий Курленко, Алексей Михеев, Татьяна Михеева, Сергей Панин, Людмила Пашкина, Тимофей Солуянов, Татьяна Хатхи и Дмитрий Черняев. На сессии присутствовали 14 народных избранников. Новый депутатский корпус поздравил председатель районного совета второго созыва Владимир Окладников, пожелав коллегам продуктивной работы. По традиции, право вести первую сессию предоставили самому старшему по возрасту депутату. Им стал Юрий Жданов. После оглашения повестки дня и учреждения мандатной комиссии слово предоставили председателю избирательной комиссии Цеполярного района Павлу Рахмелевичу. Он вручил вновь избранным депутатам удостоверения и нагрудные знаки. По инициативе ряда депутатов в работе сессии был объявлен перерыв до 10 часов 3 октября 2014 года. Мы продолжаем работу нашей сессии, которая вчера по единому, по решению нашему была прервана и продолжим ее с того вопроса, который у нас, собственно говоря, стоит на повестке дня. Восьмой вопрос об утверждении формы бюллетеня для проведения выборов главы Заполярного района. После всех необходимых процедур форму для голосования утверждают и переходят к главному пункту повестки дня – избрание главы Заполярного района. Согласно изменениям в законодательстве о местном самоуправлении НАО, глава муниципального района и председатель районного совета теперь одно лицо, избранное из состава депутатского корпуса. Из 16 депутатов Совета Заполярного района на должность главы были выдвинуты двое. Депутатская группа партии «Единая Россия» в Совете Заполярного района предложила кандидатуру Алексея Михеева. Второй претендент на пост главы – самовыдвиженец Владимир Бутов. В первом туре 8 депутатов отдали голос за Алексея Михеева, один – за Владимира Бутова. Пять бюллетеней было испорчено. Еще двое депутатов на сессии не присутствовали. Решением депутатов был объявлен второй тур, а в нем участвовал только Алексей Михеев. После подсчета голосов ситуация повторилась. Это вызвало волну возмущения, как среди пришедших на сессию слушателей, так и со стороны депутатов районного совета. Почему же вы те, пять уже шесть человек, сами себя не выдвигаете? Раз боитесь, а два – это полномочия, идите и гуляйте дальше. Такое ощущение, что мы играем по партийным моментикам, симпатия, антипатия – это вообще неправильно. Вы понимаете, мне кажется, мы сейчас такое ощущение, что мы на посмеющего народа. Перед второй попыткой избрания главы депутатский корпус удалился в конференц-зал для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решения о кандидате на пост главы района. Посовещавшись около получаса, депутаты вновь принялись голосовать. На этот раз на пост председателя совета выдвинули Галину Дуркину и Алексея Михеева. Первая свою кандидатуру сняла. Со второй попытки главой Заполярного района избрали Алексея Михеева. Сразу после избрания новый глава Заполярного района принес присягу и поблагодарил коллег за оказанное доверие. Уважаемые собрания, уважаемые коллеги, я гражданин Российской Федерации Михеев Алексей Леонидович. Вступая в должность главы муниципального района Заполярного района, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все силы и способности на благо жителей Заполярного района. В интервью нашему телеканалу Алексей Леонидович признался, что в планах продолжать развитие Заполярного района. Значит, достаточно много хороших дел, серьезные проблемы пытаемся решить сейчас силами района. Поэтому самая первая задача – продолжать то, что начато. Конечно же, продолжать то, что начато. Десять дел, бороться одновременно, не всегда бывает результат хороший. Поэтому, наверное, самое первое – это, конечно, идти той дорогой к тем намеченным ориентирам, которые мы взяли для себя при образовании района. С момента избрания нового главы Александр Безумов, возглавлявший Заполярный район с 2005 года, сложил полномочия. Он поблагодарил всех, кто работал с ним эти годы и пожелал упорной и благотворной работы во благо жителей Заполярного района. Александр Бабрякович, Алина Вуучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Управлять самолетом и автомобилем без прав в Ненецком округе это стало возможным. Правда, и техника была не настоящая. Первый слет авто- и авиамоделистов региона прошел на базе Дельта-клуба «Олимп». В формат выбрали необычные выставка техники, показательные заезды. Ознакомиться с характеристиками беспилотных летательных аппаратов, автомобилей и управлять мог любой желающий. Закерваффин присоединился к любителям авиамоделирования. Здесь представлены модели самолетов, вертолетов и разных автомобилей. Вся техника со своими характеристиками, параметрами, и для них есть даже специальное топливо. Любое увлечение или хобби требует серьезных финансовых или временных затрат, отметил авиамоделист со стажем Василий Чобот. Для старта в этом хобби, неважно, будь то машинка, будь то авиамодель, надо, ну, 1015. Вот это самый минимум. Серьезные модели требуют денег не меньше, чем профессиональное занятие охотой и рыбалкой. Обучение управления авиамоделями начинается с профессионального симулятора на компьютере. К нему подключается пульт, и человек летает так же, как бы он летал на нем в жизни. Делается это для развития мелкой моторики пальцев, расстояние которой преодолевает самолеты исчисляется не одной сотней метров. В принципе, радиус составляет около километра свободно. Если с передатчиком помощнее, то максимум, вот мой личный рекорд, я летал на 4 километра вдаль при 200 метрах высоты, и 3 километра вдаль, но поднялся на километр 200 при этом. Вот вид, конечно, сверху потрясный был. Управление происходит путем видеотрансляции с авиамодели, управляющему им человеку в специальных очках, либо на монитор. С автомоделями полегче, и можно учиться сразу на практике. Ребята сами ищут пути развития своего хобби в Наринмаре. Это тот случай, когда инициатива у нас пошла снизу. То есть собрались сами ребята, которые занимаются автоавиамоделированием, с таким предложением показать, как это вынести на свет народный, показать это людям, чтобы, возможно, кто-то к ним еще присоединился, влился в их движение, заинтересовать как-то, ну и вообще в целом поднять проблему, что нужно развивать техническое творчество. Воздушную программу не удалось показать из-за погодных условий. Впрочем, любой желающий мог попробовать свои силы управления автомоделями. Закир Вафин, Александр Дуркин, Телеканал Север. 3 и 4 октября в разных уголках России и мира состоялся уникальный долгожданный читательский марафон «Каренино живое издание». Уникальность проекта в необычном прочтении великого романа великого писателя Льва Николаевича Толстого. В течение 36 часов, не прерываясь ни на минуту, более 700 человек на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Ясной Поляне, Владивостоке, Нью-Йорке, Лондоне и других городах мира прошли бессмертное произведение в режиме онлайн. Не остался в стороне от крупномасштабного культурного проекта Инринмар. Ирина Цепетова слушала чтение легендарного романа. Старт необычному проекту был дан в июне на 9-м международном московском открытом книжном фестивале. Его организаторами и идейными вдохновителями стали потомки великого писателя. Проправнук Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры. Проправнучка Фёкла Толстая, известная журналистка и телеведущая. А также музей-усадьба Ясная Поляна. Главным партнером проекта стал «Гугл России». Этим проектом потомки хотели ещё раз напомнить о бессмертном произведении своего предка. Анна Каренина не только один из самых читаемых его романов, но и самый популярный. Переведён почти на все языки мира и экранизирован более 30 раз. Подготовка к проекту велась весь август. Стать участником уникального онлайн-чтения было несложно. Все желающие могли выбрать отрывок из романа, выразительно прочитать его на камеру, уложившись в промежуток от 30 до 60 секунд. Затем до 10 сентября загрузить своё видео на YouTube с хэштегом «Каренина Лайф». Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло. Необычайно прекрасно и тихо, она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. Самые лучшие чтецы решением авторитетного жюри стали участниками финальных чтений романа. Кстати, в России они прошли в 12 городах. В Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Ясной Поляне, Наринмаре, Перми, Новосибирске, Красноярске, Якутске и Владивостоке. «Каренина Живое издание» — проект не только литературный, но и технический, особенно для нашего города. Чтобы провести онлайн-трансляцию, был необходим качественный интернет, которого в городе нет. Организаторы подключили к проекту Неницкую компанию электросвязи. Ведь от качества интернета в Наринмаре, как и в других городах, зависела продолжительность всего проекта, так как чтение романа должно было идти непрерывно. Техника и интернет не подвели, но сложности были. Не столько настройка, наверное, была сложной, сколько было отработать взаимодействие с другими партнерами. Получается, что чтецы разнесены географически друг от друга на огромное расстояние. Понятно, что в интернете мы все в одном месте, но вот именно переключение между чтецами, вот несколько репетиций приходилось делать. Это, наверное, сложнее было, чем чисто технические вопросы. Долгожданный день настал 3 октября. Чтения начались в 12.00 в Москве в доме Пашкова. Первый отрывок прочитал Сергей Гармаш, российский актер театра и кино, народный артист России. Он и дал старт 36-часовому марафону. Следом его отрывок подхватили участники из других регионов. Среди них журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники, ученые, популярные видеоблогеры. Кстати, куратором проекта в Наринмаре стала Ирина Коткина, известная в округе блогерша. Наша съемочная группа поговорила с ней до начала онлайн-чтения об уникальности проекта и его участниках. Здесь все идет в режиме онлайн. Сейчас, здесь и сейчас. И любой пользователь интернета, где бы он ни находился, на любом континенте Земли, может послушать Анну Каренину. И как раз таки уникальность проекта в том, что здесь интернет-технологии используются во благо, используются в целях объединения людей под знаменем мировой классической литературы. Участники наши, конечно же, готовы. Я думаю, что они одни из самых ответственных участников этого проекта. Потому что заранее готовились, приходили на репетицию, отрабатывали свои отрывки. Только позитив. И как уже был ранее отмечен, режиссер этого действия Наталья Анастасева отмечала художественное достоинство наших будущих чтецов. Достойные наши участники выглядели не только на уровне чтения. Радовал глаз и внешний вид. Например, Наталья Шурманова настолько прониклась великим произведением, что на несколько часов перевоплотилась в Анну Каренину. Он смотрел меня и был поражен ногой, при полной красотой ее лица. Чего вы хотите от меня? Сказал он просто и серьезно. А другая участница марафона Инга Артеева решила прочитать отрывок великого романа в национальном костюме. Настроение участников в этот день было особенным. Сопричастность к такому масштабному уникальному проекту придавала храбрости перед стартом. Такие предложения, безусловно, надо принимать всегда. Почему? Потому что, когда наш город вместе с сотнями других городов, столиц мировых, мегаполисов, миллионников и так далее, включается в такой проект, мы, естественно, должны прилагать усилия и участвовать для того, чтобы популяризировать и наш город, и наш округ, чтобы не чувствовать себя замкнутыми и отделенными от всего остального культурного мира. Ну, во-первых, это знаменательный проект. Это, наверное, будет, если правильно сказать, это величие нашей культуры, нашей литературы, всей нашей страны, которая выражена в данном проекте. На Ленмарце приняли эстафету в 15.00. Поклонники творчества Альва Николаевича собрались в специально-гуманитарном колледже. Здесь же можно было прослушать чечецов из других городов России и мира. Процедура онлайн-прочтения проста. Каждый участник проекта накануне получил отрывок, который имеет свой порядковый номер и продолжительность времени, за который был прочитан. Как только фрагмент заканчивается, эстафету подхватывает следующий участник, причем он может быть из другого региона. Узлыхавшим платья, легких шагов уже в дверях, нам ленулось, на излученном лице унивального развоза. За два дня в марафоне приняли участие 19 наших земляков. Техника не подвела, интернет не затормозил, нервы не сдали. Организаторам удалось объединить классику и современность и при помощи технологий сделать возможным новый опыт прочтения романа Анна Каренина. По окончании проекта все видео и текст произведения будут доступны в интернете. Кроме того, современные технологии позволяют присоединить к видео, описание и фото мест, где проходило действие романа. Интересные факты о героях. То есть в итоге получится даже не аудио, а интерактивная видеокнига, прочитанная по фрагменту людьми из разных стран. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Такова была эта неделя. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И оставайтесь на «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова